Прошло лишь полгода, а 2019-й уже показал сильный старт в игровой индустрии. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы рассмотрим 10 лучших игр 2019-го года на сегодняшний день. Мы покажем некоторые из лучших игр, которые вышли в первой половине 2019-го года. Надеюсь, остальная часть года будет такой же захватывающей. Номер 10. Slay the Spire. Нравятся карточные игры и РПГ? Попробуйте Slay the Spire, пошаговый карт PG, рогалик. Просто выберите одного из трёх героев и отправляйтесь сражаться с различными монстрами, увеличивая при этом размер вашей колоды. Во время хода вам нужно будет тщательно выбирать, какими картами вы будете играть, а какими нет. Если вы победите, можно будет добавить новую карту в свою коллекцию. Добавьте к своему приключению обходные пути и удивительные встречи, и вы получите игру, в которую интересно играть и не так просто освоить. Номер 9. Kingdom Hearts 3. 14 лет. Прошло 14 лет со дня выхода Kingdom Hearts 2. И теперь у нас есть, наконец-то, Kingdom Hearts 3. Мы очень хотели исследовать яркий мир наших любимых фильмов Disney и Pixar на современных консолях. И у нас, наконец, появилась такая возможность. КИНДЕМ ХАРДС 3 Kingdom Hearts 3 не только дала нам возможность исследовать новые и старые миры, но и добавила огромное количество деталей, которые касаются текстур и исполнения. Новые клинки и суммоны приводят восторг во время сражений. И что более важно, история игрушек теперь часть вселенной Kingdom Hearts. Хотя некоторые фанаты до сих пор спорят о том, была ли шумиха вокруг игры оправдана, она оказалась достаточно сильной и стала самой продаваемой игрой года. Номер 8. Outer Worlds Если вы ищете забавную научно-фантастическую игру с намеком на причудливость, обратите внимание на Outer Worlds. Сюжет прост. Вы космонавт, решивший остановиться в пустыне. О, и через 22 минуты солнце взорвется. Как вы проведете это время полностью зависит от вас. Вы можете узнать, как вы оказались на планете, почему солнце взорвется, как запустить ваш космический корабль, чтобы вы могли убраться отсюда. Да, 22 минуты — это не так и много для игры, но исследование окружающего мира и поиск новой информации заставляет проходить игру несколько раз. Outer Worlds может и не являться эпичным приключением. Она завораживает вас своей очаровательной и удивительной вселенной. Номер 7. Cadence of Hyrule В этот раз Nintendo удивляет нас приключенческой ритмичной инди-игрой под названием Crypt of the Necrodancer. Cadence of Hyrule — это не просто великолепная музыка, а один из лучших кроссоверов, в который мы играли. Когда вы исследуете Hyrule, вам приходится следить за музыкой, пока все враги не будут побеждены. Но одна из лучших особенностей этого кроссовера — то, как он сочетает ритмическую механику Crypt of the Necrodancer с легендарным смарт-треком Zelda. Если вы поклонник Zelda или просто потрясающей музыки для видеоигр, то лучше купить этот бриллиант для своего Nintendo Switch. Номер 6. Mortal Kombat 11 MK11, вышедший через 4 года после предыдущей части, демонстрирует новую механику и новомодные функции. В дополнение к переработанной системе, игроки могут изменять внешний вид бойцов Mortal Kombat, оснащать экипировку модификациями для небольшого увеличения урона и вознаграждения, и даже менять различные движения, чтобы создать новый стиль игры. Поначалу система прогрессирования была далека от идеала, но модификации NetherRealm Studios позволили зарабатывать коины, души и сердца с большей скоростью. Так что, если это вас оттолкнуло, возможно, самое время попробовать снова. Номер 5. Apex Legends Да, сейчас у всех подряд есть игры жанра Battle Royale. Но именно поэтому Apex Legends вызвала у нас резонанс после релиза в феврале 2019 года. В их адрес было много критики. В игре не было традиционной механики Titanfall, это была еще одна Battle Royale, и самое главное, это была не Titanfall 3. Тем не менее, игре удалось посоперничать с онлайн-гигантом Fortnite за возможность заработать деньги благодаря динамичности, уникальным героям и различным способам пересечения поля битвы. В Apex Legends даже добавили систему команд для игроков, чтобы можно было быстро общаться друг с другом без микрофона. Когда Fortnite использует одно из ваших нововведений, вы явно идете в верном направлении. Номер 4. Devil May Cry 5 Дайте жару! Это был классический Devil May Cry, которого фанаты ждали после мрачной перезагрузки 2013 года. В дополнение к трем игровым персонажам с собственными уникальными стилями игры, сюжет, визуальные эффекты и бой наполняют адреналином точно так же, как и в предыдущих играх. Хотя основной сюжет займет у вас около 10-15 часов игры, есть множество побочных миссий, которые продлят игровое время. В Devil May Cry 5 никогда не бывает скучно. Каждый любитель острых ощущений обязательно получит от этого удовольствие. Номер 3. Super Mario Maker 2 Просто дадим вам представление о том, насколько хорош этот сиквел. Это делает Super Mario Maker на Wii U чем-то вроде вишенки на торте. Поклонники Nintendo могут создавать свои собственные уровни в Марио, и они могут делать это с помощью множества новых инструментов. Ты начинай? Игроки теперь могут создавать склоны, поднимать уровень воды, выбирать любой из множества саундтреков для уровней. Игра, в свою очередь, дарит нам невероятно разнообразные уровни, созданные сообществом Mario Maker. Кажется, что это никогда не надоест. Пусть игра занимает всего лишь третью строчку, поскольку не так давно вышла, но если сообщество хорошо ее оценит, она может обогнать следующие два пункта к концу года. Номер 2. Sekiro Shadow Die Twice Когда было объявлено, что Activision будет выпускать последнюю игру From Software, у нас было много, много вопросов. Напротив, Sekiro Shadow Die Twice оказалась настоящей игрой в духе From Software, а это одна из лучших студий. В то время как сюжет великолепен, а битва так же интенсивна, как в Dark Souls или Bloodborne, лучшая механика в Sekiro — это захватный крюк, который делает путешествие по игровому миру безмерно увлекательным. Всего за 10 дней игре удалось продать более 2 миллионов копий, так что если вы жаждете более сложной задачи, более тяжелой, чем в предыдущих изданиях From Software, Sekiro готова взорвать ваш мозг. Прежде чем мы покажем лучшую игру, вот несколько почетных упоминаний. Продолжение следует... Это еще не конец. Мы уже близко, но еще немного. Просто не забудьте подписаться на наш канал и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Хорошо, продолжим. Номер один. Resident Evil 2. Если Resident Evil 7 воскресил франшизу, то ремейк Resident Evil 2 выглядел так, словно серия никогда не умирала. Мало того, что игра стала удачным ремейком классики PlayStation 1, она дала ветеранам-игрокам новый опыт с обновленной графикой, кинематографией и изменением угла взорокамеры. Самое лучшее, что все это оказалось таким же ужасающим, как мы и помним. Resident Evil 2 приблизилась к своей вехе, продав 5 миллионов копий и показав, что игры жанра хоррор такие же крутые, какими они и были. Эта игра объединяет лучшие из современных ретро-игр, превращая их во что-то невероятное. Согласны ли вы с нашим рейтингом? Какие игры выпущены до сентября, мы забыли упомянуть. Напишите о них в комментариях. Посмотрите новые видео от WatchMojo России и не забудьте подписаться и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах.